В каких случаях возможен развод и повторный брак у христиан? Если можно, кратко. И я зачитаю вопрос. Я понимаю, что если очень глубоко внедряться и исследовать то время, которое было во времена Иисуса Христа, когда он говорил о том, что в случае прелюбодеяния, то свободен второй, может жениться и так далее. Апостол Павел еще уточнил, что если муж неверующий, и да, он еще может, например, прелюбодействовать, и не хочет жить с женой, то она вольна, она свободна. Но с другой стороны, если она сама хочет жить с ним, и она молится за него, и кто знает, может быть, он уверует. Мы понимаем, что есть разные ситуации. Есть люди, когда даже неверующий муж или называющий себя верующим пользуются этим и манипулируют женой, заставляют ее поступать, скажем, противно ее вере, противно ее принципам, потому что он глава, ей по Писанию очень много злоупотреблений, с одной стороны. И мне кажется, церковью очень мало освещается момент не просто физического насилия, явного такого, да, который просто нужно уже бежать, как из горящего дома, когда муж бьет жену, когда муж издевается над ней. Но есть, и вот в наше время это становится более явным, более заметным, к этому общество гораздо более чувствительным становится шаг за шагом. В России я бы не сказала, что так, но вот этих вот моральных, именно психологических издевательств, допустимо ли, скажем, вот в таком случае, мне интересно вот узнать, как современная церковь смотрит на это, допустимо ли в таком случае развод? Или как вообще вот поступать людям? По откровению могу сказать. Своё откровение, когда мы не берем вот случай, который вы перечислили, я просто над этим вопросом долго думал и пришел от Господа, я считаю, этот ответ. Когда сочетается мужчина и женщина, на небе записываются, двое становится одной целой, всё. На небе нет такого понятия, как неправильно сочетали, неправильно соединили. Там раз и навсегда. И поэтому, если мы говорим, вот классический случай христиане, вас сочетал Бог, вы прошли все правильные процедуры, вы стали единым в глазах неба. И на небе потом нету Вася был с Машей, а потом Вася с Катей, а Маша там с Колей. Такого там нет, там остается вот это единое, которое было изначально сочетано. Поэтому для меня, может быть, я ортодокс в этом, я против разводов христиан. Вот против, потому что на небе не существует разводной надписи, нету их. Поэтому любите друг друга, вот если вы сочетались, любите и проявляйте вот это снисхождение. Здесь очень сложный момент, потому что Писание все равно описывает случаи людей, христиан, которые, познав Бога, Его славу, дары Его благодати, нового века, что называется, принимают сознательное решение уйти от Бога. И тогда сказано, что для них этот процесс становится необратимым. И вот если, например, в паре один принял такое решение, насколько они могут быть одной плотью. Даже Иисус говорил, что двое лежат на постели, один берется, другой оставляется. Поэтому я понимаю то, о чем вы говорите, если два посвящены и знают Бога. Но если в паре они сочетались, думали, они стоят на одинаковых принципах, они слышали друг друга, видели друг друга, но в процессе жизни один принял необратимое страшное решение. Я его не понимаю, но... Если позволить, да, несколько минут. Я понимаю, что Бог сочетывает, как вот вы, Сергей, сказали, это в Писании, что Бог сочетал. В моем представлении это можно сравнить, скажем, взять синий-желтую краску. Мы их смешиваем. Мы обретаем совершенно новый цвет. И уже восстановить оригинальный цвет невозможно. Люди, которые вошли в отношения, люди, которые сочетаны, они уже никогда не смогут возвратиться к тому чистому оригинальному цвету, так выразимся, и быть прежними. Разведутся они, не разведутся. Часть друг друга остается в каждом. И чем больше мы будем смешивать цвета, чем больше людей, второй брак, третий, шансы или процент стабильности брака второго падает, третьего еще больше падает, сколько бы человек не пробовал повторно заключить брак, рассчитывая, что наконец у него получится, процент вероятности, что у него получится хорошая семья, меньше и меньше, и меньше. В итоге он разочаруется, как эта женщина, о которой Христос сказал, у тебя было их пять, ну, а теперешняя даже не муж тебе. Пробовала ли она устроить свою женскую счастье? Конечно, как и любой человек пробовал, и ее можно тоже понять. Но вот так сложилась ее жизнь. Но есть другая сторона, о чем вы сейчас говорите, Виктория. Например, Моисей спрашивает у Христа и говорят, Христос говорит, что нельзя разводиться, что Бог сочетал того человека, да, не разлучает. Они говорят, а как же Моисей разрешил писать разводное письмо и разводиться? А это же авторитет, Моисей, это же непогрешимый авторитет, больше его нет, только Бог за Моисеем стоит. И Моисей в книге евреям написано, он верен во всем Доме Божьем. Я не думаю, что Моисей своевольный человек. Да ты Бог так сказал, а я вот разрешаю. Моисей, я думаю, понимал, что Бог не разрешает развод. Тогда почему Моисей разрешил? И еще один важный вопрос. Почему Христос ссылается на Моисея? Это не Христос сказал, это они сказали, Моисей разрешил. Но Христос не обвиняет Моисея и не оправдывает. Он не обвиняет и не оправдывает. Христос объясняет, можно сказать, да. Он объясняет, почему Моисей пришел к такому. И почему Моисей разрешил то, чего Бог не разрешает. Почему Моисей разрешил то, чего Бог не разрешает? По жестокосердию вашему. Поэтому я усматриваю здесь картину следующую. Есть божественный, чистый, совершенный взгляд на семью, что люди любят друг друга, люди вступают в отношения друг с другом, рождают детей. Но это взгляд отсюда, сверху, божественный. А Моисей отсюда смотрит, и он сталкивается с жестокостью. Почему жестокосердие? Единственный аргумент. Там даже не написано о супружеской неверности. Это просто издевательство, это просто жестокое обращение женщины. И Моисей, видя вот это все, как бы сказал Господь, я тебя понимаю, но ты войди в положение. И Моисей взял на себя ответственность и разрешил то, можно сказать, чего Бог не разрешает. В нашем случае за 13,5 лет существования Церкви Дом Хлеба было около 10 случаев, где мы решились, взяли на себя ответственность как служители на то, чтобы дать человеку право на повторный брак. Иногда это была супружеская неверность, а несколько случаев было жесточайшего обращения с человеком. То есть была по-настоящему пострадавшая сторона, была угроза жизни. И мы, помолившись, сказали, Господь, мы понимаем, что ты это не разрешаешь, но изучая ситуацию, мы просим о твоей милости. Человек молодой и 23, 25, 26, мы просто позволили. Пусть уже мы говорили, Господь, уже ты смотри сам, но мы вот по ситуации берем на себя такую ответственность. Будь милостив к нам и к ним. Но это было при тщательном исследовании, при продолжительных молитвах. Это не постоянная практика. Это не на потоке. Да, не на потоке. Спасибо вам большое. И, Александр, я хочу сказать, что это одно из самых глубоких, интересных заключений, которые я слышала. Спасибо большое за вот это обращение к истории Моисея, за его позицию о том, что говорит Священное Писание. Даже сквозь столетия, получается, потому что апостол Павел писал вот свое замечание о верности Моисея уже... Совершенно верно. Сколько, получается, 2000 лет спустя почти. И еще вот аналогичная история произошла, когда ученики ели колосья немытыми руками, и их упрекнули, Христа упрекнули фарисеи. Почему они так поступают? Христос очень похожая ситуация. Он говорит, а вы помните, что сделал Давид? Что он вошел и ел хлебы, которых не должен был есть. Опять, исходя из закона, Давид не имел права есть эти хлебы. Только священники. То есть Давид поступил неправильно. Против того, как гласил закон. Вопрос к Иисусу. Ты оправдаешь поступок Давида? Я бы сказал, нет. Ты обвиняешь Давида? Тоже нет. Но Христос как бы объясняет, что Давид оказался в ситуации, когда он ел хлебы, которых не должен был есть. Это слова Христа. Слово в слову. Он не должен был есть, но он ел. И он как бы защищается сам и защищает поступок учеников на примере Давида, который ел то, чего не должен был есть. Вопрос последний. Почему так поступил Давид? Почему Христос его приводит в пример? Мне кажется, если бы Давид был один без людей, он бы мог и потерпеть. Но у Давида было много людей. Голодных. Да, голодных. И он взял перед Богом ответственность, понимая, что я не имею права это делать, но, Боже, войди в положение. Эти мужчины не ели, эти люди не ели. У них тоже были семьи. И он взял хлебы и дал людям. Мне кажется, вот эта оговорка ради людей, изучая ситуацию, Бог может входить в эти обстоятельства и милого человека. У идеев превыше всего человеческая жизнь. Поэтому, когда есть выбор между смертью и человеческой жизнью, Господь совершенно разумно смотрит, что жизнь совершенно разумно смотрит, да. Или еще одна последняя иллюстрация. Простите, просто мне хочется вот эти выявить зерна. Они показывают, что Бог, Он суверенен, и Он не просто штампами действует. Вот, допустим, это Руфь. Она мавитянка. А в мавитянах сказано, что мавитянин не может выйти в общество Господне вовек. Но как же Руфь оказалась тогда прабабушкой Давида? И по ее родословной, да, прошел Иисус Христос. Это просто еще один прообраз, что вот эта женщина, которая сказала на имени, твой Бог, там, где ты умрешь, там и я умру, твой Бог будет моим Богом. И Бог, ну как бы это сказать, имеет право на исключение. Прости, Господи, Бог имеет право. Он имеет право. Но Он суверенный Бог. Потом же вошла у них поговорка, что мавитянин, а не мавитянка. То есть исключили женщин из вот этого правила. И Руфь стала прабабушкой Давида, а Орфа была, говорят, прабабушкой Гляфа. И они столкнулись на поле битвы. Я благодарна Богу, на самом деле, за то, что мы можем обращаться к первоисточнику. И в этом тоже Господь дает нам благодать, видеть порой даже глубже, чем современные иудеи, общаясь с Мессией. К сожалению, для нас, христиан, наверное, нам бы познать глубину иудейского познания Ветхого Завета, при того, чтобы увидеть, насколько Иисус гармонично построил Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет.